здравствуйте друзья в этом уроке мы с вами поговорим о погоде а точнее рассмотрим практический пример наружной установки zigbee датчика температуры влажности атмосферного давления а также установим погодную интеграцию openweather map и рассмотрим пример автоматического уведомления погоде в telegram так как большинство zigbee датчиков предназначены для внутреннего использования необходимо было защитить его от попадания влаги корпус для наружной установки датчика был разработан и распечатан по индивидуальному заказу контакта ставлю в описании под видео он полностью глухой со всех сторон кроме нижнего торца что обеспечивает защиту от осадков по бокам предусмотрены крепления для установки на вертикальной стене датчик устанавливается в корпус нижней стороны а на крышке предусмотрены отверстия как раз там где находится воздухозаборник датчика теперь с датчиком внутренние размеры как раз такие чтобы датчик не болтался внутри и не нужно было прилагать особых усилий чтобы его установить или достать вот так получилось закрытой крышкой воздух беспрепятственно будет попадать датчики показания будут корректными хотя крышка сама по себе держится очень плотно для своего спокойствия я дополнительно закрепил ее по сторонам изолентой да простят меня зрители за использование не синий классической версии дальше все просто подобрать подходящий под отверстие крепеж конструкция очень легкой подойдет буквально любой пара дыра кирпичной стене за окном балкона как раз под размер ушей на корпусе и вот датчик на своем месте где он находится в данный момент когда я снимаю это видео по умолчанию показания давления с датчика окара в гекта паскалях что для многих неудобно поэтому сделаем сенсор для давления в миллиметрах ртутного столба для удобства я буду делать все в одном файле package сенсор создается на платформе шаблонов и умножает значение в гекта паскалях на коэффициент с округлением до двух знаков это и будут миллиметры ртутного столба название нового сенсора аналогично с исходным но в конце я добавил единицы измерения ссылку на этот код вы найдете в описании под видео после перезагрузки нам доступен новый сенсор миллиметрах ртутного столба теперь можно создать скрипт отправки уведомлений в telegram подробнее об этом в уроке 11.1 этот скрипт будет отправлять по указанному id это может быть как персональный аккаунт таки групповой чат отчет из четырех строк время отчета текущее значение температуры влажности и давление в миллиметрах ртутного столба сохраняем и перезагружаем скрипты теперь проверяем результат выполнения к сенсору можно установить интеграцию для прогноза погоды например openвизор map идем в раздел интеграции находим ее в списке для установки нам нужен api ключ он бесплатный нужно только зарегистрироваться на сайте переходим на сайт и регистрируем аккаунт подтверждаем email далее переходим в раздел api ключей здесь регистрируем ключ например в разделе текущих погодных данных для наших целей с головой хватит бесплатного на миллион вызовов в месяц данные ключей находятся в аккаунте копируем код ключа ключ вставляем настройку интеграции далее добавляем координаты своего местонахождения я использую режим по умолчанию русский язык создаем интеграцию теперь у нас доступно 19 новых объектов давайте перейдем панели разработчика и посмотрим на них здесь есть сущность домена визор с большим количеством атрибутов и отдельные сенсоры такие как прогноз температуры сенсоры дождя снега и другие своих первых уроках я показывал как вывести в lowlays карту стандартной погодной интеграции home assistant теперь давайте добавим и эту все очень просто существует стандартная карточка прогноза погоды в которую нужно добавить имя объекта погоды всего две строки вот так выглядит карта эта интеграция я кстати пользуюсь и они стандартные теперь можно добавить дополнительные строки к скрипту уведомлений тут я использовал 4 сенсора текущие погоды прогноза температуры вероятность дождя и вероятность снега перезагружаем и проверяем работу скрипта теперь логично сделать автоматизацию для запуска этого скрипта из telegram например при вводе ключа прогноз подробнее про это в уроке 11.1 ключ будет запускать сделанный нами скрипт проверяем работу также в триггере можно добавить запуск по времени например с утра перед выходом из дома в итоге у нас получилось что-то вроде домашней метеостанции но средствами home assistant напомню что весь код показаны в обзоре доступен в текстовом виде ссылки в описании на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал напоминаю что все интересные обновления новости а также акции купоны на товары умного дома можете найти в моем телеграм-канале ссылку ищите в описании до свидания до новых встреч удачи а у а и а у Продолжение следует...